Турция – государство с особым колоритом, расположено одновременно в Юго-Восточной Европе и Западной Азии. Следовательно, и культуру позаимствовало с обеих сторон. Уже давно сложился стереотип, что Турция – это недорогой отдых в отелях с аниматорами и бассейнами, жаркие пляжи, катание на банане, рафтинг и сафари. Ну и конечно система питания – все включено, с местной едой и алкоголем. Иногда местные жители обижаются, что для туристов страна кажется такой однотипной. На самом деле это очень многогранное государство. Есть города, которые могут раскрыть настоящую Турцию с ее архитектурой, культурным достоянием и душевным народом. Один из колоритнейших городов государства, со своеобразным привкусом Востока, находится недалеко от границы с Сирией. Мало кто знает, но именно отсюда вышли самые знаменитые турецкие блюда – пахлава, лохмаджун и кебаб. В многочисленных мастерских рождаются шедевры из меди и серебра и разлетаются по свету. Здесь же находится несколько храмов и мечетей, видавших правление Османской империи. Местный музей этнографии, археологический музей и памятники различных эпох поведают туристам богатую историю старейшего турецкого города. Семь туристических городов, которые могут разочаровать город на границе Болгарии и Греции, называемый турецкими воротами за свое месторасположение. В разные времена Эдирны принадлежала и византийцам, и римлянам, и туркам. Поэтому здесь соседствуют православные церкви с византийскими мостами, турецкие базары с османскими домами. Главное достояние города – мечеть Селима находится под защитой ЮНЕСКО. Синагога, Македонская башня и речной остров с арочными мостами – наглядное подтверждение сплетения культуры эпоху различного правления. Десять городов мира, которые должен посетить каждый еще одно всемирное наследие, город Мардин, поражает красотой мечетей и исторических зданий, сбегающих со склона. Видевший в свое время рассвет шелкового пути городок не давал покоя многим воинствующим правителям соседних государств. Богатая история просматривается в каждом памятнике и строении Мардина. Архитектурные шедевры и античные руины достойны восхищения, а население многих национальностей и уважения за сохранение культурных ценностей. Десять красивейших сел и городов, которые стоит увидеть в Грузии тихое место на берегах озера с таким же названием – Узунгель больше напоминает маленькую Швейцарию. Минареты мечетей, утопающие в пышной зелени дают ощущение покоя и умиротворения. У веселительных и шумных развлечений здесь мало. Узунгель подойдет больше для спокойного времепровождения наедине с природой. Горные реки, озера и водопады, моря облаков и чайные плантации – это отличительная черта города Караденис. Завораживающие виды с плотины реки Чарош напоминают природу Норвегии. Прогулки среди чайных кустов на родине национального танца под звуки ветра и шум моря – это линерайское наслаждение. Кроме того, здесь можно попробовать лучший в мире фундук с местных плантаций и полакомиться известными турецкими блюдами. Если есть возможность, то обязательно нужно посетить эти великолепные города. Испытать восторг и удивление от осознания, что все это тоже Турция. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.